Аккил Бупсер А если вы смотрите детские новости Чувашской республики впервые, давайте знакомиться Меня зовут Никита Васильев А меня Даниил Васильев Сегодня вместе с нашими помощниками и юными корреспондентами будем путешествовать по Москве Выясним, дергают ли современные мальчики девочек за косички Узнаем, какие корабли идут к финишу быстрее и отправимся на ярмарку Светлые стоят деньки Время Пасхи Да-да, самый главный православный праздник отмечается не один день, а целых сорок И все это время люди радуются и веселятся На прошлой неделе можно было даже подниматься на колокольни и звонить колокола А ученики 56-й школы каждый год на Пасху устраивают ярмарку Делают поделки и придают их Наверное, на что-то копят Сейчас выясним Такому количеству покупателей позавидуют каждый магазин Как говорится, становись вгляд, покупай все подряд Мы отрываем ярмарку Этот день в 56-й школе ждут целый год и называют днем добра Ребята специально копят деньги, чтобы купить на пасхальной ярмарке Игрушки, сладости, подделки Вот это праздник! Видите, это по нашим костюмам, по нашим лицам А это всегда себя показать, на людей посмотреть На радость! Да вообще у нас есть учебный курс, который называется «Истоки» Это курс внеурочной деятельности И в одном из классов, мне кажется, во втором, я сейчас уже не помню Изучается тема ярмарки, как ярмарку проводили наши предки И дети там узнают, какая честная была торговля Достаточно было бы просто попиться в заклад И никаких документов с подписями ставить не надо было И вещи делали тогда на совесть Они не ломались веками Вещи, сделанные на совесть на этой ярмарке, разбирают за считанные минуты Тем более, что и цены хорошие За 5 рублей можно купить браслет, а за 50 – вязаные носки В наше время такого мероприятия не было Поэтому я пришла помогать сыну, чтобы делать добро Дети своими руками все это сделали Кем лучше быть? Покупателем или продавцом на ярмарке? Покупателем Почему? Потому что тогда ты можешь ходить и покупать Смотреть, ну интересно А если продавцом, то сидеть за столом несколько часов надо Пока все не раскупят На самом деле, продавцы здесь не сидят на месте Они используют самые разные способы продажи Зазывают, рекламируют, уговаривают, придумывают акции Косметички 300 рублей, ее время не проходит Покупайте подушку, очень хорошая, качественная Девочка очень старалась, очень хорошо делала Очень хорошая, всего 70 рублей, покупайте Ну пожалуйста! Мы придумали бесплатную лотерею Она стоит 18 рублей В ней много разных вещей Много разных интересных вещей Там можно выиграть любое Крин Вот номер три Из каждой копилки, из каждого кармана Деньги отправляются на помощь нуждающимся 50 тысяч рублей уже направлены на покупку протеза И оплату дорогостоящего лечения больным людям Набираем деньги для того, чтобы помочь детям, у которых нету родителей Ульяна Расколова, Александр Петров, Акилбупсер Ребят нашей республики все чаще и чаще можно увидеть в известных телепрограммах Пятилетний Лева Гренадерский снялся в телешоу лучше всех Мальчик удивился знаниям географии Вместе с Максимом Галкиным он отправился в большое географическое путешествие Ведущий задавал вопросы о континентах И Вундеркинд безошибочно отвечал на них А вот Вика Транчук из города Шумерли Участвует в проекте телеканала НТВ Ты супер! Голос Вики понравился всем членам жюри И она легко и непринужденно прошла во второй тур Но все мы понимаем, что это только кажется, что легко На самом деле запрещаем многолетние занятия по вокалу И изнурительные репетиции Вика, держись, мы с тобой Вперед к победе! Таланты, чуваши, не сидите на диванах Покорить Москву реально Было бы желание Москва Мегаполис, в котором каждый найдет для себя удивительный музей, театр, университет Уже не первый год корреспонденты программы Акел Бупсер Проводят в столице медиаканикулы Учатся, вдохновляются, ведь хочется работать все лучше и лучше Наши приключения начались с Музея Победы Это место просто обязаны посетить все люди Земли Инсталляции и диорамы переносят в прошлое Все выполнено настолько естественно, что порой хочется спрятаться от летящего снаряда Мы читали дневник военного корреспондента Ивана Шпагина Он прошел всю войну и писал о боевых действиях в газету «За Родину» И еще одна запись декабря 42-го На днях среди развалин Сталинграда меня кто-то окликнул Ванька, Шпагин Я оглянулся и позади увидел своего одноклассника Сережу Петрову В Сталинграде он оказался в качестве фронтового оператора и рассказал, что впервые столкнулся со съемкой уличных боев Еще Серега рассказал, что подвиг защитников дома Павлова остался на киноленте И чтобы кинооператор мог попасть в окруженный дом специально под нейтральной зоной, расстреливаемой гитлеровцами, был прорыт подземный тоннель Гордость за нашу страну испытывает каждый, кто подобно советским солдатам поднимается по ступеням Рейхстага А еще хочется сделать все возможное, чтобы на земле не было войн Можно об этом мультфильм снять, ведь теперь мы знаем множество секретов пластилиновой анимации На студии Пилот не только создает знаменитый мультфильм «Гора самоцветов», но и с ребятами занимаются Основал компанию режиссер пластилиновой вороны Александр Татарский Сколько килограмм пластилина уходит? По-разному Все зависит от задачи Есть такая хитрость Это уже отснятые персонажи, фоны, все, что погибло на съемках, поскольку много перелепок То герои наших мультфильмов, они настоящие герои Потому что немногие доживают до конца И мы используем, допустим, если персонаж какой-то очень крупный, его можно слепить Из остатков Из уже останков других персонажей, да, и покрыть каким-то нужным цветом Мария рассказывала нам о своей работе, а мы ей о нашем городе Быть может поэтому на студии Пилот недавно приступили к съемкам мультфильма о Чебоксарах Чтобы пластилиновые герои двигались, нужно сделать сотни фотографий Анимация, занятия для очень терпеливых и талантливых людей Можно ли нас считать такими? Судите сами Далее в программе путешествий Журфак МГУ, Мосфильм И знакомство с ведущими прямого эфира на детском радио Машей и Лешей Нас могут уволить, если мы неправильно поставим ударение в слове Серьезно? Да, например, скажем Красивее или красивее? Красивее Творог или творог? Творог Там было, по-моему, два случая Да, да, да Но есть такие сложные слова, что мы их, когда говорим, сами не знаем, как правильно сказать Вот вчера у нас было слово «ревень» или «ревень» А, кстати, мы так и не выяснили, он «ревень» или «ревень» А зачем ты говоришь камеру? Ну и что, я хочу сказать, что мы люди, и на самом деле Лешу преувеличивает, из-за этого уволить нельзя Тогда бы в России сейчас никто не работал журналистом Ну, может быть, мы, когда станем совсем старыми и грустными, тогда с нами попрощаемся А, да, скорее всего У нас все-таки детское радио Когда мы перестанем совсем детей понимать, а не нас, тогда вот, на улице Маша призналась, что время прямого эфира пролетает очень быстро, прямо как медиаканикулы Наши яркие, незабываемые медиаканикулы Ксюша Серова, Илья Андреев, Айкилбупсер А еще наши друзья побывали на съемках проекта «Синяя птица» Они не просто поддерживали участников аплодисментами, но и наблюдали за работой телевизионщиков У каждого своя задача Одни выносят микрофоны, другие музыкальные инструменты Ведущая Дарья ни разу не ошиблась, а члены жюри очаровали своим умением приезжать каждого участника Ооо, еле выговорил, чуть не задохнулся Тренироваться надо Уметь приносить длинные предложения на одном дыхании Это важно для ведущего Помогают специальные упражнения, например, кораблик Превращаем правую руку в парус, а левую в лодочку Набираем как можно больше воздуха И начинаем выдувать плавно и медленно Как бы подгоняя кораблик На старт, внимание, марш! Да, а сам ты говорил Так запускать кораблики, конечно, интересно Но веселее это делать на ручьяках Там тоже соревнования можно проводить Снега в Чебоксарах почти не осталось Но это только на первый взгляд Оказывается, в самом центре города и сейчас можно найти отличную лужу для запуска корабликов И превратить старинную забаву в настоящие соревнования На старт, внимание, марш! За победу боролись два из капитанов Их судно из самых разных материалов У каждого корабля своя история И, конечно, название Мой корабль называется Куча Мала Он проплывет все мореокеаны Его видно днем и ночью Потому что у него парус светится У большого корабля название, как и мое имя А у маленького никакого Нам папа принес печеньки в этой коробке Мы подумали, это отличный материал, чтобы сделать кораблик Угадайте, какой цвет паруса был очень популярным? Конечно, алый На паруснике Насти Журавлевой даже счастливая осоль стоит Радуется, что ее мечта победила в номинации Самый красивый кораблик Все оформление почти придумала мама А девочку из Лего я придумала поставить Когда еще будут появляться такие же огромные лужи Я буду пускать этот кораблик Капитаны выходят на старт Резиновые сапоги – важный атрибут соревнований Сначала заплыв бумажных кораблей Потом пенопластовых и пластиковых И вот лидеры этапов готовы сразиться в финале Внимание! Старк! А, пенопласт коробки! Подними! Пенопласт поднимите Теперь вы знаете, как выглядит самый быстрый кораблик для ручейка И главный победитель соревнований Ты ожидала, что твой кораблик будет самым быстрым? Да, ожидала А почему? Потому что он сделан из пенопласта У него большие паруса И он поймал ветер И поэтому оказался первым Все корабли прошли испытания Не только на скорость, но и на прочность Капитаны превратились в пиратов И стали топить корабли соперников шишками и снегом Было очень весело Даже взрослые подключились Часто ли вы в детстве запускали кораблики? Довольно-то часто Мы всегда пытались какие-то новые формы придумать Разные, различные Из пенопласта, из какого-то материала другого, подручного Педагоги и ребята из медиа-центра Куча Мала Решили проводить парусную регату каждый год Настя Фандеркина, Андрей Шоклев, Акилбупсер Объявляю благодарность участникам соревнований И поздравляю их с днем открытия навигации Ура! 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 Новость, которая нас удивила В одной из школ кроссоверска появились необычные учителя 40 собак самых разных пород Собаки, конечно, не живут в классах Их приводят волонтеры на специальные уроки кинологии На них ребята учатся ухаживать за животными и дрессировать их Администрация школы придумала проект «Собака на радость детям» Для того, чтобы ребята полюбили природу, стали добрее и нашли новых друзей Было бы здорово перенять у них этот опыт Подумайте об этом, дорогие учителя школы А у нас рекламная пауза Да не простая, а социальная Получай! Ром, пора уроки делать, включай компьютер Да-да, Рома, сейчас, сейчас, 10 минут Рома, уроки ждут Да иду я, иду ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Не будите в маме зверя Выключайте компьютер Вовремя Продолжим темы необычных уроков На этот раз удивилась и боксарская школа, номер 59 Теперь там будут обучать волонтеров добра Другими словами, мальчишки и девчонки будут учиться делать добрые дела Например, устраивать праздники для больных детишек А еще они будут снимать фильмы и ролики про детей-сирот и ветеранов войны Все необходимое у них есть, ведь совсем недавно там открылась своя медиа-студия Тему продолжит Лиза Храмова Мотор, начнем Хлопушка, камеры, осветительные приборы, микрофоны Добавим горящие глаза школьников, энтузиазм учителей и получим в медиа-студии новый взгляд Деньги на всю эту красоту выделил благотворительный фонд А-а-а! Кричи, не кричи, но за дверью этой комнаты ничего не будет слышно Здесь записываются радиопрограммы и закадровый голос А еще ребята снимают фильмы и делают фотографии На занятия ходят 39 учеников Каждый выбрал для себя любимую профессию У Никиты Трофимова есть свой канал на ютубе Мальчик может часами монтировать видео И скажу, что это кропотливая работа А где ты научилась? Мне помог интернет в основном В этой студии я выступаю в роли гримера Но в основном, в большинстве случаев мы сильно не гримируем актеров и ведущих Потому что все молодые, свежие, у всех ровный цвет лица Поэтому только на какие-то важные мероприятия, где нужно выглядеть на все 100 Требуется моя задача Интервью для программы «Акел Бупсер» – дело важное Ведущая Варвара уже готова объяснить нам, что главное в ее работе Это уметь говорить с людьми, быть счастливым и помогать всем, наверное Главное правило хорошего оператора – это уметь бегать и чтобы руки не тряслись Как и положено всем операторам, Катя смотрит концерты через видоискатель А еще снимает почетных гостей школы, которые восхищенно вздыхают В наше время такого не было Да, это здорово родиться в 21 веке Лиза Храмова, Андрей Шоклев, Акел Бупсер Причем, что именем как? Никит, мы вообще-то на работе Да-да, я знаю, просто завтра контрольно я чуть-чуть не доучил Так ты положи сегодня на ночь себе учебник под подушку Пока ты спишь, все знания сами тебе в голову перебегут Вообще-то я уже не в первом классе, чтобы верить таким глупостям А многие верят и часто так делают Но это же миф, ложное представление Вот еще один Чтобы стать умнее, нужно съесть дневник отличника Бред А меня удивляет такой миф Если мальчик дергает девочку за косичку, значит, что он влюбился Ну вот кто это придумал? Современные мальчики никого за косички не дергают, наверное Каждое утро мама заплетает мне косички И украшает их бантиками В нашей 35-й школе все строго В праздничные дни бантики должны быть белыми Осенью – желтыми, зимой – синими Ну а весной, когда все кругом расцветает зелеными Может быть поэтому мальчики не дергают меня и моих одноклассниц за косички А как поживают прически других девочек? А дергают ли тебя мальчики за косички? Нет, мальчики никогда не дергали меня за косички Потому что большую часть времени они проводят, сидя в телефоне или бегая по коридорам Скажи, тебя в школе дергают за косички? Нет А почему? Потому что у нас все девчонки ябеды И если мальчик дергнет за косичку девочку, то она расскажет у учительницы Скажи, ты дергаешь в школе девочек за косички? Нет, не дергаю А почему? Потому что мы читали стишок и там были вот такие строки Завести велели мне новые привычки Никогда девчонок не дергать за косички Скажи, а тебя дергают в школе мальчики за косички? Нет, меня не дергают в школе мальчики за косички Но те девочки, которые дразнят мальчишек, им попадают Скажи, а тебя в школе дергают мальчики за косички? Нет, не дергают, у меня и косичек нет, вот Передо мной не сидит девочка, поэтому я никого не дергаю за косички А тебя в школе дергают мальчики за косички? Конечно А почему? Не знаю Может, ты им нравишься? Наверное Признавайся, ты в школе дергаешь девочек за косички? Нет Почему? Потому что я отличник, а отличники за девочек за косички не дергают Признавайся, ты когда-нибудь дергал девочек за косички? Я все время дергаю за косички одну девочку, потому что мне очень нравится, как она злится Она постоянно бегает за другими мальчиками и за мной И поэтому мы все время дергаем ее за косички Раньше мне казалось, что современные мальчишки не дергают девочек за косички Но оказалось, что это неправда Это все, о чем мы успели вам рассказать Хотите быть в курсе детских новостей? Тогда всегда смотрите программу Акил Буфсер А родителям расскажите о программе Республика Взрослые новости выходят по будням в 19 часов 30 минут До встречи на национальном телевидении Чувашии Звоните, пишите Мы всегда рады вашим новостям, вопросам, комментариям До свидания Редактор субтитров А.Семкин